МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако оперативно проверить эту информацию расчетов возможности не было. Постройка полыхала, как пионерский костер. Только спустя 15 минут, когда пламя сбили, авангард смог зайти внутрь дома. Погибшего мужчину нашли сразу же. Очевидцы уверяли, что в доме может находиться еще и женщина. Однако через полтора часа безуспешных поисков стало ясно. Сожительницы ныне покойного горожанина в доме нет. Очевидцы рассказали, что когда в этом доме функционировал пункт металлоприема, сожители исправно здесь трудились. Когда же предприятие закрыли, бывшие работники, ввиду отсутствия собственного жилья, остались жить здесь. Коммунальных благ, разумеется, в доме не было. В качестве освещения использовали свечи, а обогревались самодельной печью. Неосторожное обращение с огнем. Сейчас это пока главная предполагаемая причина возгорания. По словам соседей, супруги жили мирно, как говорится, душа в душу. Куда ушла женщина в этот вечер, пока неизвестно. Один из очевидцев заявил, что накануне днем приходил в гости к супругам. Оба были дома. А примерно в три часа ночи на проспекте 60-летия октября между остановками рынок и первый магазин в результате аварии перевернулся автомобиль такси, в котором находились трое пассажиров. Молодые люди воспользовались услугами такси, чтобы доехать до дома, в южный микрорайон. Собственно, туда «Хонда Инсайт» и направлялась. Машина следовала по второму ряду. Первую полосу занимал другой автомобиль – «Жигули». Водитель отечественной машины и стал косвенным виновником аварии. Ему необходимо было свернуть в бригадный проезд. Правда, попутную «Хонду» водитель то ли не заметил, то ли просто неправильно рассчитал интервал между автомобилями и решил, что успеет завершить маневр до того, как гибридный автомобиль окажется в опасной близости. Водитель иномарки, заметив внезапно возникшую помеху, решил искать спасение на встречной полосе. Но настолько резко вывернул руль, что попросту потерял управление. «Хонда Инсайт» перевернулась по меньшей мере два раза. Замерла машина, только ударившись о придорожные деревья. Как все произошло, записал видеорегистратор, который был установлен в «Хонде». Вот водитель отечественной машины начинает резко сворачивать. Таксист синхронно повторяет те же действия. Дальше головокружительный кульбит и удар о ствол дерева. Удивительно, но все, кто находились в иномарке, остались абсолютно невредимы. Чего не скажешь о машине. Косвенный виновник аварии с места ДТП скрылся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова